Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня», и я ее ведущий Никита Васильев. Они влезают в личную жизнь, телефонными звонками угрожают физической расправой, терроризируют мужчин, женщин и пенсионеров. Я думаю, что отчасти уже кто-то догадался, о чем, о ком я говорю, это коллекторы. В нашей стране эти люди, к сожалению, давно снискали не самую добрую славу, но в первую очередь, наверное, это недобросовестные, так называемые черные коллекторы. Они очень часто своей деятельностью переступают в рамки дозволенного, в рамки разумного, а их жертвой может стать даже тот, кто и должником, в общем-то, и не является. Как не попасться на удочку коллекторам? Что делать, если вам не дают покоя эти люди, сотрудники коллекторских агентств? И куда обращаться, и как себя вести? И вот обо всем об этом мы сегодня поговорим, попробуем разобраться, конечно, в этих вопросах, а помогут мне в этом наши гости, эксперты. Это юрист, член Тверского регионального отделения Ассоциации юристов России, Ольга Градова. Ольга, здравствуйте, спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. И Ирина Титанова, заместитель начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, но я сокращу немножко, да, большая должность, Ирина, Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области. Ирина, здравствуйте, тоже спасибо, что сегодня вместе с нами. Также в ходе сегодняшнего эфира, в сегодняшней программе должна была у нас быть еще одна участница. Это пенсионерка, жительница Твери Людмила Тимофеевна Копейкина. Она стала жертвой черных риэлторов, извините, коллекторов. Она, кто смотрит регулярно новости на нашем телеканале, тот знает. Мы делали не так давно, служба информации готовила сюжет, материал об этой ситуации, о том, как женщина один на один буквально столкнулась вот с недобросовестными коллекторами. Людмила Тимофеевна хотела сегодня прийти, поучаствовать в нашем эфире, но, к сожалению, заболела, вот буквально накануне сообщила, что у нее температура. Ну, мы с ней договорились, что она позвонит к нам в студию и расскажет о своей проблеме. Надеемся, что получится у нас с ней пообщаться, ждем звонка. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, номер прямого эфира 300-190. Вы можете тоже звонить, задавать вопросы, которые касаются деятельности черных коллекторов, если вы с ними столкнулись, если также вот стали жертвой черных коллекторов, недобросовестных коллекторов. Ну, для начала, вот, наверное, я предлагаю в целом поговорить о проблеме, да. Ольга, наверное, к вам первый, Ольга, вопрос. Насколько вообще проблема черных коллекторов, она для нашего региона актуальна? Как часто вы, как юрист, сталкивались с обращениями подобного характера? Ну, и как вообще людям отстаивать свои права, если они наткнулись на вот таких недобросовестных коллекторах? Ну, несмотря на большое количество информации в открытом доступе уже по этой проблематике, говорить о ней все же стоит, потому что проблема это есть, люди действительно обращаются. Зачастую они изначально подходят не совсем правильно к получению кредита или к защите своих персональных данных, поэтому становятся заложниками ситуации, становятся заложниками вот таких недобросовестных коллекторов, черных коллекторов, банков, микрофинансовых организаций. И при возврате просроченной задолженности коллекторам, надо понимать, что даже должник, несмотря на то, что, да, если это по его вине возникла задолженность, он вроде как нарушил права кредитора, он защищен законом. Закон принят в 2016 году, не могу сказать, что он сразу очень четко заработал, и вот моментально ситуация изменилась. Закон так и называется, да, насколько я помню? Да, закон называется о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности. Но это речь идет как раз-таки о коллекторской деятельности. Ну да, коллекторской, потому что не только коллектор может как таковой требовать возврата задолженности, но это и банки, и микрофинансовые организации, ну так скажем, да, уполномоченные лица. И даже после введения этого закона, конечно, сводки, там, новостные ленты информагент спестрили там ужасающими событиями, как и сцены, я не знаю, там, бандитского Петербурга. Но время идет, механизмы все-таки регулирования и материально-технические меры со временем, они совершенствуются, и закон, в общем-то, ну, приобретает такой достаточно действующий характер. Вот я могу сказать, что со временем, конечно, становится меньше обращений, люди все-таки, они пользуются своей, там, какой-то правовой такой сознательностью, изучают информацию. Есть вот служба судебных приставов, которая стоит на защите, я думаю, об этом, да, подробнее Ирина расскажет. Поэтому, да, несмотря на наличие закона, на наличие других нормативных огражданского кодекса, который защищает, в общем-то, должника, и вот он не брошен остается, несмотря на то, что он должен. Один на один, да? Да, один на один с проблемой, да. Это надо понимать, что есть законные механизмы, и защита есть. Ну, я думаю, что нам в первую очередь, наверное, да, вот в начале программы нужно обозначить, что, в принципе, деятельность коллекторов, коллекторов, которые ведут свою деятельность грамотно и правильно, она, во-первых, законна, всецела, да, на территории Российской Федерации, но в то же время и регламентирована необходимыми документами и законодательством действующим. То есть это не какой-то вакуум правовой, да, в котором вот эти сотрудники ведут свою деятельность. Мы же говорим, в первую очередь, наверное, сегодня поговорим, да, о черных коллекторах, да, недобросовестных, которые в своей работе применяют методы, ну, не самые, скажем так, да, которые, ну, вредят людям, во многом тоже вредят людям. Ирин, к вам вопрос. Какими вот на данный момент нормативно-правовыми актами в Российской Федерации вообще-то регулируется вот та самая деятельность юридических лиц по возврату просроченной задолженности? Ну, вот Ольга уже обозначила федеральный закон о защите физических лиц, которые, да, попали в такую ситуацию. Это закон у нас 230-й. Федеральный закон о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Это сейчас на данный момент основной нормативный акт, который регулирует деятельность коллекторов. В нем указано, как они могут взаимодействовать, сколько раз звонить, как, да, как-то общаться по средствам почтового, да, отправления каких-то смс-мессенджеров, да, смс по телефону. Как бы в данном законе все обусловлено и определенные порядки, как действует коллектор и как действует то лицо, которое вот взяло за им, как бы. Вот пока единственный закон такой основной, и по нему мы работаем. Еще раз, он с какого года у нас действует? Этот закон у нас с 2016-го. 2016-го. Да. А вот в таком случае, что можно рекомендовать, наверное, да, гражданам, которые оказались в ситуации, ну вот с кем не бывает, да, как говорится. Ситуация такая банальная, житейская, не смог вовремя оплатить долг, да, столкнулась с определенными финансовыми трудностями, тем более вот этот год достаточно сложный, экономическая ситуация, да, непростая. Не смог человек свои кредитные обязательства вовремя погасить. Что можете порекомендовать в таком случае? Ну, если человек, да, не погасил свои кредитные обязательства, то наверняка, наверное, уже коллектор начал звонить, как-то осуществлять с ним взаимодействие, да, скажем так. Да, в первую очередь, если кредитор в такой ситуации оказался необходимым, в первую очередь, да, опять повторюсь, сохранять все документы, которые он подписывал, квитанции, чеки, договора. Очень важны договора, потому что не у всех, да, вот по нашей практике, кто обращается, уедет договора о оказании вот этих услуг как раз, ну, кредитных. Ирина, я вас перебью, мы давайте выслушаем, у нас есть телефонный звонок, я так понимаю, как раз-таки звонит нам Людмила Тимофеевна. Нет, не Людмила Тимофеевна, подскажут мне коллеги, тем не менее, все равно, давайте выслушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас. Здравствуйте, это Александр Анатольевич. Вы знаете, из моей жизненной практики был случай, когда я, продав двухкомнатную квартиру, купил трехкомнатную. И после этого мне начались звонки по поводу предыдущих жителей наших, которые жил в этой квартире, да, что я должен вернуть какой-то долг. Но в результате мне пришлось отключить телефон и обратиться в Управление внутренних дел с заявлением о том, что вот меня домогают эти, это не риелторы, а как их называют, вы сказали, коллекторы, коллекторы, совершенно верно, вот побывают. И, в общем-то, в течение там определенного времени там разобрались с ними. То есть вот такой случай. Что делать? Ну, в данном случае я не брал никаких кредитов, я никому ничего не должен, да, и идут вот такие вот неприятности. Вот, я не знаю, как, ну, наверное, обращаться в правоохранительные органы. А всем людям остальным я хочу сказать, ну, вы 10 раз подумайте, прежде чем обращаться вот к каким-то займам, микрозаймам, какие-то, которые тебе дают деньги, а потом проценты начисляют. Ну, друзья мои, давайте включать мозги-то свои, да, и не обращаться к ним. Ну, занять, может быть, у знакомых, у друзей, да, один из выходов. Ну, ни в коем случае не нужно обращаться вот к этим товарищам, которые предлагают деньги под высокий процент, потому что обращаться оно придется. Спасибо большое. Ольга, ну, наверное, вы как, да, как юрист, посоветуете. Вот человек, по сути, человека, получается, преследуют чужие долги, да, можно так сказать. Квартира продана, куплена, а долги остались. Что делать такое? Я хотела бы вообще поблагодарить за звонок, да, молодцы слушатели, да, что обращают внимание, что в первую очередь надо понять, как предостеречься от звонков коллекторов. То есть, я думаю, мы об этом еще поговорим, да, что касается именно этого совета, к сожалению, даже если вы стали, так скажем, невольным участником вот этих кредитных отношений, вот как в обозначенном вопросе, да, с квартирой это часто случается, или если ваш номер не по вашей воле был указан в качестве резервного для связи с должником. Или как номер, например. Или даже поручителя, да, без согласия. То есть, такие случаи бывают, к сожалению, там и сотрудники банка, наверное, не совсем добросовестно себя ведут. К сожалению, в этом случае физическое лицо, как бы пострадавшее, но все равно обязано защищать свои права. Просто так, по умолчанию, ну, эта ситуация не разрешится. О том, как защищать свои права, о том, как вообще действовать в таких ситуациях, мы, конечно, еще подробно обо всем поговорим. У нас сейчас небольшая реклама, не переключайтесь, мы скоро вернемся. Это программа «Тема дня», меня зовут Никита Васильев. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, номер прямого эфира 3190. Сегодня мы вместе с гостями в студии разговариваем о черных коллекторах, о тех людях, которые, ну, недобросовестно, иногда нарушая закон, пытаются вернуть, да, долги, финансовые учреждения. До прерыва, я напомню, у нас был звонок телефонный. Человек достаточно такую, наверное, частую ситуацию обрисовал, да, он сначала продал свою квартиру, купил новую квартиру, и вместе с этой квартирой у него появился долг, чужой долг, да. И я вижу, что мне коллеги подсказывают, еще один есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире. Да. Людмила Тимофеевна, это вы, я правильно вас узнал? Это Людмила Тимофеевна Копейкина. Вот я дозвонила, если вы там все-то говорите, я не поняла. Я хочу рассказать свою историю. Конечно, что вы там все-таки говорите, я не поняла. Я хочу рассказать свою историю. Да-да, Людмила Тимофеевна, слушаем вас, говорите. Алло, а вы меня слышите? Да-да, слушаем, говорите. Вот, здравствуйте, это Людмила Тимофеевна Копейкина, жительница города Твери, 70 лет. Вот здесь мужчина сказал, что нужно включать мозги, чтобы не брать кредиты. Но получается так, что мы не всегда, как говорится, сами-то включаем. Вот я хочу рассказать историю свою. Значит, в декабре, 2019 года сын взял кредит в микрозайме. Я об этом ничего не знала. Месяц спустя, в январе 2020 года, мне стали на мой телефон поступать с разных номеров телефонные звонки и СМС-ки с охотнениями, угрозами. И требуем срочно, полностью, со всеми процентами, вернуть деньги. Дозвониться и выйти, в чем причина, что за долг. Я не могла, потому что там все время были телефоны недоступны. Затем ко мне пришли домой, сломали мне дверь, двеную ручку, два замка и повесили листок. На этом листке был указан номер телефона, куда я должна была позвонить. И когда я позвонила, мне сказали в очень грубой форме, в очень грубой форме, что твой сын взял кредит в 10 тысяч рублей, долг не возвращает, а так как я контактное лицо и записано у них поручителем, я обязана до 17 часов вернуть им деньги со всеми процентами и всю сумму сразу. Ну, сразу-то мы бы вернули частями, но сразу-то мы такую сумму до 50 тысяч не можем вернуть. Поэтому немедленно должна была вернуть деньги до 17 часов. В противном случае будет хуже. Будет, буду я бомжихой. Вообще все у меня там попереломает. Естественно, я возмутилась и сказала, я ничего у вас не брала, ничего не подписывала, и деньги отдавать я не буду, разбирать должником. Подавайте в суд, в суде мы там все разберемся. С этого момента моя жизнь превратилась в вас. Ты его мать, оплачивать долг должна ты, сумма большая, ее все оплатить невозможно. У меня вопрос. Как это возможно? Без моего согласия оформить по телефону меня поручителем, терроризировать старого больного человека, тем паче посягаться на мое, даже не на его, а на мое личное имущество. Я попала в сети коллекторов. И выбраться оттуда просто невозможно, пока не вернешь им ту сумму, которую они вот именно требуют. на мой взгляд, все микрозаймы нужно аннулировать. Обязательно аннулировать. А также запретить брать контактные номера телефонов от поручительства. в таком ситуации находятся очень много людей и сильней. И хочу... Вот такая проблема, если так вкратце, резюмировать. То есть ее сын взял кредит микрофинансовой организации, ее свою мать записала в качестве поручителя по кредиту, по займу, и указал ее мобильный номер. И теперь вот жизнь пенсионерки превратилась в ад, как она сама сказала. Что делать, как быть вообще, что за ситуация такая вообще, насколько это часто, частая история. Давайте, наверное, Ольга с вас. Истории такие бывают, конечно. И в новостях о них рассказывают. Ну и даже если вот сейчас к нам звонит Лидия Тимофеевна, конечно, это есть. Но тут, наверное, важно понять, что это не коллекторы. Коллекторы это профессиональная деятельность организации, которая зарегистрирована в основном порядке. Это бандиты, это преступники. Ей звонят преступники. И искать для борьбы с ними методы, это только методы по обращению в правоохранительные органы. Все правильно сказали. Надо фиксировать все звонки, брать у оператора сотовой сети детализацию звонков, как часто, что они были в ночное время. Вот она сказала, что ей сломали дверь, ручку. Это все надо фиксировать, вызывать полицию. То есть здесь борьба, возможно, исключительно вот правоохранительными органами, органами исполнительной власти, которые встанут на защиту. То есть какие-то в данном случае использовать законные, там, пописать уведомления, там, писать отказ от контакта с третьим лицом или переводить на адвокат. Здесь это работать не будет, потому что это преступники. У нас еще один телефонный звонок. Давайте послушаем. Зритель нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Я из Твери. Зовут меня Наталья Викторовна. У меня вот такой вопрос. У меня брат в начале декабря 19-го года брал кредит в Альфа-банке в Москве. Вот. А в 19-м. А в марте он пропал. То есть мы его нашли, похоронили в мае. Вот. В банк я предоставила все документы, что наследства нету, что он умер. И они, значит, в декабре 20-го года продали коллекторам его долг. Как быть в этой ситуации? Спасибо большое за звонок, Ольга. Просвещайте. Спасибо большое. Потому что я вижу, что абсолютно, как мы уже слышали, вот один человек позвонил, второй, третий. Разные истории, разные случаи. У каждого своя история с черными коллекторами связанного. Расскажи. Давайте теперь по этому поводу. Ну, по этому поводу. Как бы вполне себе, ну, так можно сказать, логично, почему банк эту задолженность продал этот долг. Потому что у банка он будет отнесен к категории, не подлежащие взысканию, там, невозможные к взысканию, поскольку произошла смерть заемщика. В наследство, я так понимаю, никто не вступал. Соответственно, обязательства должны быть прекращены по кредиту этому. Но коллекторы, опять-таки, действуют незаконно. Если они продолжают вот так звонить, то в общем и целом, конечно, можно начать с таких более легких форм общения. Это направить письменные уведомления. Те же самые документы, которые были предоставлены в Альфа-банк, предоставить этому агентству. Но для этого необходимо при общении самим быть достаточно спокойными, хладнокровно, общаться, получить контактные данные, кто вам звонит, поскольку и законом предусмотрена обязанность, это и представиться, и назвать организацию, и должность. Если необходима информация дополнительная, такая, как данные кредитного договора, на основании каких документов задолженность была передана, то такая информация может быть получена только письмом. Заказным письмом с уведомлением пишется запрос в эту организацию, которая звонит, и, соответственно, таким же путем получается ответ, где будет более развернутая информация. Также направить в эту организацию уведомления, получив от них информацию о том, что кредитные обязательства прекращены, наследников нет, никто не вступал, соответственно, можете больше не звонить. Если это не подействует, то здесь мы опять возвращаемся к схеме номер один, это преступники, и с ними методы взаимодействия это только через правоохранительные органы. А вот еще раз, возвращаясь к случаю с Людмилой Тимофеевной Копейкиной, которая нам позвонила, вот уже тоже свою историю рассказала, как вообще так происходит, что человека, получается, можно без его ведома записать в поручители по микрофинансовому займу и по кредиту, кого угодно можно, получается, так записать, и любой номер указанный в этих документах может стать... Как сказать, если встретились два человека не совсем законопослушных, такие как сотрудник банка или сотрудник микрофинансовой организации и заемщик, то они могут, да, так сделать. Ну, в таком случае, как себя вести, когда ты понимаешь, что ты не сном... Здесь вот предыдущий звонок, вот последний, да, человек скончался, то есть там хотя бы есть родственники, есть конкретные люди, которые знают, что-то слышали, наверное, да, а тут человек ни сном, ни духом вообще об этом кредите, и она даже не знала, что эти деньги были взяты в организации. Ну, если говорить именно по поводу второго звонка, Людмила Тимофеевна, то здесь нету, так сказать, методов для самостоятельной защиты, здесь необходимо обращаться в органы, в органы исполнительной власти, в правоохранительные органы, самостоятельно не получится. Если мы возьмем другую ситуацию, когда она не столь ужасна, но действительно в любом случае был какой-то недобросовестный сотрудник банка, который без проверки номера телефона записал лицо, там, контактным лицом или без согласия поручителем, то здесь человек, которому будут звонить, он все равно должен защищать права свои, даже несмотря на то, что он не был участником, и знать не знал, и вообще не видел. Если это коллекторское агентство, которое зарегистрировано, которое действует в соответствии с законом, но им просто нет, у них необходимой информации для того, чтобы прекратить, исключить ваш номер телефона из базы, то вы должны там сходить в банк, который выдал этот кредит, написать там заявление, что вы не были участниками, что там вашего согласия не было получено, и ваш телефон исключат из базы. Но я говорю, это работает, мы должны понимать, мы должны обозначать, это работает в случае с добросовестными, с законными сотрудниками, с законными представителями. Ну, в которые в какой-то момент что-то пошло не так, и вот... Потеряли документы. Да, было недостаточно информации, или банк не полностью передал коллекторам, ну, или коллекторы делают вид, что они там что-то не знают, то надо тогда, конечно, повторить. Еще один у нас телефонный звонок, у нас сегодня, я так понимаю, пользуется темой популярностью. Здравствуйте, в эфире слушаем вас. Здравствуйте, я из Твери, меня зовут Ольга Анатольевна. Я инвалид второй групп, перелом позвоночника, брала кредиты в 2018 году. Сейчас у меня арестовали пенсию, у меня единственная пенсия, на что я живу, у меня умер. Мужка, дочь умерла, помогать мне некому. Меня требуют кредиты, мне платить нечем. Помогите, что... Еще три, что он у меня. Спасибо большое, услышали вас, спасибо огромное. Я думаю, здесь уже, может быть, лучше представитель слушателей записи, потому что, то, что счет арестован, это уже... Кредит, женщина взяла кредит в 2018 году, сейчас, да, инвалид, осталась инвалидом, а, тем не менее, кредит требуют вернуть, арестовали счета. Ирина, как быть такой ситуацией? Есть какие-то советы, может быть, Если счета арестовали, то это явно уже не коллекторы. То есть, коллекторы, неважно, законно... Коллекторы не имеют доступа к счетам, это первое, что нужно понимать. Не важно, законно коллектор действует, который, да, зарегистрирован в реестре, либо это серые-черные коллекторы, никто из коллекторов счета арестовать не может, кроме службы судебных приставов, как бы это прегратива нашим. То есть, надо, опять же, понимать, кто требует долги, если это коллекторы, то это одна ситуация. А если уже было судебное решение, был исполнительный лист, и на исполнении службы судебных приставов, и уже приставы работают, арестовывают счета. Это совсем другая ситуация. Как бы, да, нам вот не сказали, кто требует долги, но в том случае, если счета арестованы, то, скорее всего, вероятнее, это уже просужденный долг, как мы, да, его называем. Есть исполнительный лист, есть исполнительное производство, и судеб служба судебных приставов, уже обращаясь за скани на счета, арестовывает, и, в частности, наверняка, на пенсию, поскольку, да, женщина является пенсионером. Вот возвращаясь к тому разговору, который вот до телефонного звонка мы ввели, Ольга коснулась этой темы, отчасти по поводу банков, если мы не говорим о юридических лицах, вот, Эрин, к вам такой вопрос, куда вообще можно обратиться к гражданину, если речь идет о незаконных действиях, кредитных организаций, то есть не юридических лиц, да, которые взыскивают просрочные задолженности, стоят в реестре, официально ведут свою деятельность, а именно вот если речь идет о банках, например. Нет, если конкретно о банках, которые зарегистрируемы, да, как банк, это у нас идет Центробанк, то есть над ними надзирает Центробанк, и пишем обращение, жалобы пишутся в Центробанк. Если же речь идет о коллекторах, да, которые зарегистрированы в реестре, которые не зарегистрированы, это служба судебных приставов. То есть надзираем коллекторскую агентство, это, да, пишется письменное заявление к нам. Если ситуация о том, что за разглашение персональных данных каких-то, Это у нас судит уже федеральная служба по надзору за защитой персональных данных. То есть в данном случае необходимо жалобу писать туда. А вот в подобных жалобах, документах, вообще что важно указывать в обращениях? То есть я так понимаю, что-таки нужен максимально полный, во-первых, перечень. Расскажите, чтобы люди понимали. Я так понимаю, нас много сейчас людей смотрят, судя по звонкам, достаточно, да, таким частым. Что нужно указывать в таких обращениях? Да, вот вы правильно сказали, чем больше будет информации, полнота, да, тем больше нам будет, есть чем работать. Во-первых, заявление должно быть письменным. Да, в этом письменном заявлении человек излагает всю свою ситуацию, в которую он попал, да, подсказывает. Обязательно, если звонки осуществляются посредством телефонных, да, телефонных, смс. Что тоже можно? Можно, это можно, если только тоже в определенные дни, определенное время и по определенному количеству раз. Если по телефону осуществляются звонки, обязательно надо их записывать на диктофон, не надо общаться анонимно, да, либо не отвечать на звонки. Обязательно поговорить, узнать, кто звонит, имя, отчество, да, звонившего специалиста. А вообще, как часто в ответ ты узнаешь что-то, ведь, мне кажется, эти люди не идут на контакт, если речь идет не от недобросовестных... Не всегда. Некоторые представляются, да, допустим, представляется сам специалист, но не называют ту организацию, от которой они звонят. Либо наоборот. Бывает, когда сразу начинают, уже не без представления, сразу начинают требовать долг. Тоже такие ситуации бывают. Но в разговоре постараться, во-первых, не выходить на конфликт, потому что с той стороны человек начинает агрессивно, да, себя вести и пытаться долго с вас взыскать. Гражданам надо вести себя спокойно, попытаться вывести его на разговор более спокойный. Спросить, кто звонит, да, как вас зовут, от какой организации, это тоже очень важно, потому что впоследствии мы будем работать с юридическим лицом, а не с физическим, который нам звонил. Опять же, записать, сказать об этом, что наш звонок будет записан, потому что это тоже, когда только такую фразу говоришь, с той стороны сразу уже маленько... Начинает вести себя по-другому, такой сдерживающий фактор. Да, более сдержанный, потому что, да, человек с той стороны тоже понимает, что этот разговор, может быть, потом и доказательством того, и его, кажется, неправоправных действий. Записать разговор. Если приходит смс, допустим, да, в телефон, смс, либо по каким-то другим месседжам, ватсап, вайбер, да, сейчас очень это популярно, обязательно делать скриншоты, сохранять, никогда не удалять, фиксировать дату, когда звонили, и самое главное, время. Потому что некоторые звонят в ночное время, в вечернее, в позднее время, да, либо очень в раннее время. Фиксировать это обязательно. Что еще? Детализацию. Если записывать звонки, номера телефонов, с которых производить, потому что тоже очень часто звонят с разных телефонных номеров. Сегодня с одного, завтра с другого. Обязательно фиксировать. Ну, то есть, чем больше будет информации, чем больше будет материалов, которые вы сумели, да, в разговоре, в общении с коллекторами сохранить, раздобыть, тем лучше, тем проще, наверное, потом будет, наверное, в суде уже, да, доказать свою право. Сначала у нас, да, потому что мы рассматриваем обращение, контроль, смотрим, есть ли право нарушения, либо нет, а потом, в последующем, если уже какие-то уголовные там, да, нотки есть, тогда уже в суде. И еще вот можно добавить, обязательно, вот у нас, по-моему, первый или второй звонок, не помню бы, где дверь сломали, звонок сломали, оставили письмо. Обязательно все те документы, которые суют в дверь, наклеивают листовки, не выбрасывать, тоже сохранять и прикладывать, это тоже очень важно. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Алло. Да, слушаем вас. Алло, вы меня слышите? Это вот Людмила Тимофеевна опять. Да, я так понимаю, да, вот мы как раз таки так. Можно говорить, да? Да, да, слушаю вас. Вот смотрите, вы сейчас сказали, что нужно обратиться в банк и написать заявление, чтобы меня вычеркнули с базы. Я туда звонила, разговаривала культурно, попросила им вычеркнуть, они сказали мне вот что, что вы поручитель, и пока мы его продали коллекторам, разбирайтесь с коллекторами, и вас не вычеркнем из базы, пока я, лично я, как мать, его родственница, не заплачу 50 вот этих тысяч рублей, которых они требуют сразу. Спасибо. Ну, то есть, если так резюмировать, насколько финансовые организации, когда они продают кредит, да, когда они продают заим-коллекторам, с себя, получается, полностью все полномочия снимают? Ну, поскольку, да, мы уже говорили про Центробанк, это, может быть, звучит как-то для рядового гражданина, как что-то такое недоступное, неприступное, на самом деле, это вполне доступная организация, есть сайт в интернете, там есть интернет-приемная, где можно написать жалобу, в том числе, вот в данном случае, и на банк, потому что деятельность явно незаконная, Центробанк очень строго стрелит за деятельностью своих подопечных, так скажем, банков. Вот, еще раз, я звонила, я сказала, вот мы, как юристы, всегда советуем, чтобы это было написано, отправлено с описью вложений, официальное, конечно. Если есть сейчас контакт с сыном, он может, пользуясь законными основаниями, обратиться в это коллекторское агентство с заявлением, направить его через нотариуса, заказным письмом с уведомлением, или вручить под, нарочно, под отметку о вручении, о том, что он даже данное ранее согласие на взаимодействие с третьим лицом, сейчас отзывает, он имеет право это сделать, и они обязаны будут это звать. Если все эти правовые механизмы не работают, тогда, да, последует обращение, в том числе в прокуратуру. Не надо бояться, вот, да, Центробанка, прокуратуры, суда, это органы, направленные на защиту прав и интересов граждан, на соблюдение баланса интересов сторон. Если зачастую коллекторы звонят, пугают... В том числе и службы федеральных судебных приставов. И службы судебных приставов, да, пугают судом, что потом вот приставы вас вообще все опишут, все заберут, так и с приставами можно договариваться, и есть законные механизмы, и рассрочки, и отсрочки, да, задолженности, есть обстоятельства, которые попадает должник, и которыми обязаны считаться, потому что, я еще раз поясню, закон защищает, даже если вот вы нарушили закон, создали эту задолженность, закон все равно вас защищает. Надо этим пользоваться, не надо бояться ни суда, ни прокуратуры, ни службы судебных приставов. Это государственные органы, и все-таки с ними взаимодействие больше такое находится в правовом поле. Ну вот с точки зрения как раз закона, вот Ольга, к вам следующий вопрос. Вообще, по законодательству, что запрещено в работе, а что разрешается коллекторам в своей деятельности, когда они работают непосредственно по уже взысканию задолженности? Ну вот необходимо очень четко знать, что коллектор по собственной инициативе, или это кредитное, или микрофинансовое учреждение, они не имеют права самостоятельно менять время звонка. То есть это звонить в рабочие дни после 22.00 или до 8 утра. Менять? Оно изначально где-то прописано? Да, есть законом установленное время, и это время установлено так, что в рабочие дни нельзя звонить после 22.00 или до 8 утра. В выходные дни нельзя звонить после 8 вечера и до 9 утра. Необходимо понимать, что с соглашением может быть предусмотрен и иной порядок, и иная частота общения, потому что это тоже установлено законом. Сколько раз, например, там непосредственный контакт, это личные встречи, это не более одного раза в неделю. Телефонные переговоры тоже относятся к категории непосредственных контактов. Также регулируется это не от более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю и не более восьми раз в месяц. Это по общению с должником, а если это телеграфные, телефонные сообщения, e-mail, почтовое отправление, то временные рамки те же, вот как я до этого обозначала. А что касается по количеству, это не более двух раз в сутки, то есть не более двух смс в сутки может прийти, а в общей сложности не более четырех раз в неделю, то есть, соответственно, если вы два по два, то это всего два дня, когда могут вам прийти сообщения, и не более 16 раз в месяц. Опять-таки повторю, что соглашение может быть установлен иной, и вроде как человек, емщик подписал это соглашение, но закон и здесь его защищает, то есть он имеет право отозвать данное ранее соглашение и вернуться, если это более мягкие условия, которые предусмотрены законом, направив в банк, в микрофинансовую организацию, коллектором, официальное уведомление, опять-таки, через нотариуса, посредством почтовой связи с уведомлением заказным, там с... То есть не по телефонному звонку. Не по телефонному звонку, да. Это письменное обращение. Это же касается обращения и условий взаимодействия с третьими лицами. Также оно может быть отозвано даже ранее данное согласие, но только необходимо все правильно оформлять, необходимо правильно заниматься отметками о том, что эти документы получены, что информация донесена. Что еще? Понятно, что коллекторы не имеют права угрожать, унижать человеческое достоинство, сообщать недостоверную информацию даже о своих полномочиях. Вот мы уже здесь затрагивали эту тему. Надо понимать, что коллекторы, они не являются ни правоохранительными, ни органами исполнительной или судебной власти. И ключевой момент, они занимаются взаимодействием по возврату задолженности, не по взысканию. У них нет принудительного характера. Они угрожают тем, что придут к вам, заберут холодильник, микроволновку и какое-то там ваше имущество. А у них нет таких полномочий. Но они вводят в заблуждение о своих полномочиях, предоставленных законом. Также, естественно, это запрещено. Дальше. Ну, то есть, получается, если вот эти факты, да, вот эти вот правила, о которых вы сейчас рассказали, нарушаются, то можно уже говорить о том, что речь идет о недобросовестных коллекторах. Конечно. О черных коллекторах, если они совсем уже переступают грани. Да, также коллекторы угрожают, что будет привлечен должник к ответственности административной, уголовной, уголовному процессуальному преследованию. А задолженность, возникшая, так скажем, из-за гражданских правоотношений, она не может, и вот по займу и возникновению задолженности, она не может привести ни к административной, ни к уголовной ответственности. А вот деятельность коллекторов, которые нарушают в своей деятельности законы, как раз таки может. И они могут быть привлечены. Это тоже необходимо знать, что при обращении в суд вас не посадят ни в тюрьму, ни как-то не ограничат вашу свободу, не арестуют. То есть, вот это люди тоже должны понимать. А вообще, по вашему опыту юридической практики, легко ли в суде доказать, если дело дошло до суда, что действия коллекторов незаконные, и какие вообще решения суды выносят, какие наказания? Ну, вот тут тоже надо сделать небольшой момент. То есть, если в действиях коллектора были явные какие-то моменты, направленные на угрозу жизни, имущества, то здесь защитой будет заниматься прокуратура. Это надо будет обращаться в прокуратуру, как мы говорили, прикладывать все доказательства. Даже если они не представляются по телефону, не говорят, кто. Это все равно надо все записывать. В любом случае, ваша линия поведения не меняется. Вы должны спросить фамилии, имя, отчество, должность, организация, кто позвонил. Вы должны сообщить, что разговор записывается. То есть, ваши действия не должны уподобляться недобросовестности звонящего вам. Нет, ну, тем не менее, все-таки, такие вот подобные дела, которые связаны с черными коллегами, они доходят до суда-то вообще? Ну, в основном, конечно, административная ответственность. Я думаю, служба стивенных приставов подробнее расскажет эту практику. Да, ну, давайте, Ирина, как раз-таки, да, к вам вопрос. Какая вообще существует ответственность, да, вот за нарушение законодательства в сфере защиты прав граждан, ну, вот при осуществлении вот той самой деятельности по возврату просроченной задолженности? Ну, как вот коллега сказала, да, существует административная и уголовная. Уголовная это уже по более таким, как бы сказать, статьям, когда уже угрожает жизни, здоровье, порча имущества, да, каких-то вот таких, тогда наступает уголовная ответственность. Ну, зачастую вот эти звонки, да, больше, чем положено. Письма, да, эсэмэски, вот это все. Угрозы по телефону, ну, это в основном административная ответственность. Она предусмотрена, этим занимается служба судебных приставов, опять же, да, повторюсь, по письменному обращению гражданина, когда приходит на обращение. Вот это административная ответственность. Статья 14.57 Кодекса административных правонарушений. По данной статье предусмотрены административные штрафы, то есть там несколько частей, и по каждой части все зависит от того, какое правонарушение, да. Переходят границы по звонкам, по количеству, да, одно правонарушение, ну, одна статья, да. По контакту с третьими лицами, да, как вот, допустим, которая звонила к нам женщина, что сын взял кредит, а звонят ей, то есть, да, это третье лицо, это не посторонний заемщик основной. Одна у нас получается другая ответственность, то есть, ну, одна у нас статья 14.57 административная. До суда доходит, да, вот если так по статистике взять, по цифрам. Вот в прошлом году у нас поступило 141 обращение, да, вот такое, но только по 25 обращениям у нас были возбуждены административные дела, то есть все остальные у нас были без перспективы в данном случае. И 14 протоколов у нас составлено, направлено в суд, вот, и какие-то еще находятся на рассмотрении, не по всем рассмотрению, но некоторые у нас уже рассмотрелись, и есть административные штрафы, да, уже привлекают к ответственности. Ну, вот мы много сегодня говорим, да, и говорили уже о работе коллекторов, о работе недобросовестных черных коллекторов, но ведь это, как сказать, это вот последняя стадия цепочка, да, а ведь изначально-то с чего все начинается? Человек приходит в банк, в микрокредитную финансовую организацию, да, чтобы занять какие-то деньги, взять займы и так далее. Вот, может быть, и звонящие нам люди тоже, и первый звонок, вот, мужчина звонил, говорил о том, что зачем вообще нужны, да, эти микрофинансовые организации и так далее. Что вообще делать-то, может быть, действительно, вот, что делать, чтобы на удочку коллекторами податься? Ольга, вот к вам, наверное, вопрос. Действительно, может быть, просто перестать, где попало, брать деньги? Ну, это, конечно, хороший совет. Ну, мужчина нам звонил и говорил, берите у знакомых. Ну, берите у знакомых, берите, ну, как бы, ну, в крупных банках, которые уже имеют определенную, да, статистику по тому, что они соблюдают законы своих заемщиков. А микрофинансовые организации, конечно, это проще, но надо понимать, что где проще, не всегда там лучше. Они, да, они не будут проверять особо телефоны, которые вы оставляете, они не будут проверять этих поручителей, потому что все быстро. Ну, там и размеры процентов, вот, нам же даже, говорят, 10 тысяч взял, уже через месяц должен 50. Достаточно соблазнительные, вроде как, условия, на самом деле. Условия, что быстро, да, вот это единственное. Быстро, просто. А потом это все оборачивается, конечно, очень таким снежным комом, особенно, когда граждане пытаются перекредитоваться. И опять вот следующий микрофинансовый, то есть это самый плохой вариант из возможных, если вы взяли. А если мы будем говорить о том, как предостеречься, то есть как, ну, так, проще говоря, как соломку подстелить, вот, если это действительно решение, да, волеизъявления гражданина, пойти взять кредит или выступить поручителем, или быть третьим лицом, то в первую очередь надо до заключения договора, ну, поискать информацию в интернете. Достаточно, я говорю, ее сейчас много. А той организации, куда вы идете? А то и куда идете, о том вообще, в какие вы правоотношения вступаете, посмотреть вот передачи подобные ваши, ну, как-то информационное поле свое, как бы, заполнить. Потому что недобросовестные коллекторы, они есть, которые вот прямо нарушают закон, а есть те, которые просто пользуются вашим незнанием закона. Вроде бы как по умолчанию, а в то же время они просто пользуются тем, что человек со своей, да, позицией не знает о том, какие у него есть права в своем положении. Поэтому вот изучить, да, изначально вопрос, потом, конечно, изучить соглашение, которое подписывается. Если эта сумма большая, то целесообразно и к юристу обратиться, чтобы получить консультацию о том, как эта сумма потом будет гаситься. Потому что, когда кредит берется, конечно, человек рассчитывает, что он будет его отдавать, что все будет нормально, но жизнь складывается так, что, да. Блин, минувший год, вот у нас Тимофеевна Копейкина и показал, что вот... Что вот так случается, даже 10 тысяч рублей, проблема вернуть эту задолженность. Ну и, конечно, понимать, да, что возникновение задолженности по кредитному обязательству, это нарушение прав и законных интересов кредитора. То есть, если вы не платите долг, значит, вы нарушаете это право, и, конечно, он будет их защищать. И это надо понимать, что он будет их защищать, соответственно, на вас нападать. Тут, как бы, такой момент. Поэтому рассчитывать на какие-то резервные источники, понимать, что может пойти что-то не так, пытаться, конечно, соответствовать графику платежей, но если это не получается, договариваться с банком, не уходить в глухую оборону, что я ничего не знаю. Наоборот, даже предупредить первым банку написать, что случилась вот такая жизненная ситуация, что нет возможности, давайте пересмотрим график платежей. Все равно хоть какими-то суммами, но гасить задолженность. Тогда вы чисто технически у банка не уйдете в раздел невозвратных долгов, которые потом уйдут на от коллекторов, и там уже вообще за деятельностью. Вот мы сейчас из службы с дневным приставом, очень сложно уже их отследить. Они не представляются, они не говорят, какой-то организации работают. Только звонки, номера телефонов, да, какие-то есть меры по поиску, что это, но это очень сложно. И что еще самое главное, как вот там Людмила Тимофеевна Копейкина рассказала, требуют всю сумму целиком. Да, конечно. Это они уже взяли. То есть подойти очень осознанно, не уходить в глухую оборону, все равно осуществлять взаимодействие с банком, чуть-чуть, но платить. И таким образом и держаться, так скажем, в рамках соглашения, которое было изначально подписано. А если ваши контактные данные не по вашей воле стали достоянием общественности, то есть вы, знать не знали, а вы уже, оказывается, взяли кредит, или выступили поручителем, или третьим лицом, то здесь универсально предостричься нельзя, поскольку не по вашей воле делается. Но есть советы, которых необходимо придерживаться. Это необходимо охранять свои персональные данные, паспортные данные, контактную информацию. Есть такой актуальный очень совет, это культура ведения социальных сетей. Надо понимать, что вот эти черные коллекторы, подавляющее большинство информации, ну помимо, да, там, каких-то слитых баз, берут из ваших же страниц в социальных сетях. Да. Не надо выкладывать личную информацию о составе семьи, о месте работы, фотографироваться на фоне дома, где видна адресная табличка, общаться там с коллегами в какой-то переписке открытой, где будет понятно, где вы работаете, в какой школе учатся ваши дети. То есть эта вся информация, это просто вот по такому вот, как бы, незнанию, невнимательности становится достоянием общественности. И если все-таки желание делиться личной информацией выше голоса разума, то, конечно, сделать страницу закрытой. Только для друзей. И добавлять анкеты, которых вы людей не знаете, а они могут все у вас посмотреть. То есть, ну, заниматься, чтобы вот не стать жертвой вот таких, если вы потеряли паспорт, написать заявление, обязательно, чтобы оно было оформлено, все эти документы хранить, даже, чтобы в будущем прийти в банк и сказать, у меня была утеря паспорта, а на него вот сейчас оформлен кредит. То есть, чтобы быть правосознательными и действительно заниматься охраной своих персональных данных, и вот очень осознанно относиться к таким моментам. Ну, вообще, я, наверное, от себя еще добавлю, что культура ведения соцсетей в наше время, она важна не только для того, чтобы предостеречь себя от нападок черных коллекторов. Она в принципе сейчас. Она в принципе важна. Потому что информация открытая, информацией могут воспользоваться любые люди с не самыми, да, добрыми намерениями, даже в случае, если вы должником не являетесь. Вы никак не связаны ни с кем, никакими кредитными финансовыми обязательствами, но в соцсетях очень много информации, которые можно использовать. Каждый знает, где учатся ваши дети, во сколько, где вы работаете. То есть, если злоумышленник, он будет понимать, во сколько вы возвращаетесь с работы, где учатся дети. Ну, вот эта вся информация, конечно, она должна быть закрыта и недоступна. Ну, есть еще такой тоже момент. Это сотовые операторы сейчас предлагают услуги по блокировке спам звонков. Да, есть программное обеспечение, которое становится на мобильные телефоны. База этих звонков уже достаточно обширная, да, они будут просто блокироваться самостоятельно. То есть, даже вас не напрягает. Но это, я говорю, это тем, кто неосознанно, не по собственной воле стал участником. Те, кто все-таки по своей воле, не надо им блокировать. Я еще раз говорю, надо идти на контакт, надо искать возможность с банком до последнего оставаться вместе. Ну, вот такая у нас сегодня передача получилась. У нас было очень много сегодня телефонных звонков. Да, люди интересуются, люди просят совета. Некоторые, вот как мы слышали, да, уже в каком-то тупике отчасти находятся. Ну, важно, наверное, что мы сегодня максимально полно, по-моему, да, со всех сторон-то все осветили тему черных коллекторов. Я напоминаю, что сегодня мы вместе с нашими гостями в студии говорили о том, как себя вести, во-первых, как не попасться на удочку, да, недобросовестных коллекторских агентств, которые занимаются взысканием задолженности. Как не попасться, что делать, если все-таки звонки, смс-ки и угрозы вам поступают. В гостях у меня сегодня были Ольга Градова, юрист, член Тверского регионального отделения Ассоциаций юристов России. Ольга, спасибо, что сегодня с нами присутствовали в студии. И Ирина Титанова, заместитель начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельность юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области. Это была программа «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи!